ребята мы едем в город смотрите скорее в трех метрах от машины стоит красавец такой вот мы мимо проезжаем было тепло и травка появилась и плюс они едят желуди надеюсь к нам не придут здесь вот еще бригада такая же чуть-чуть подальше уже метров метрах наверное в десяти от машины еще трое даже собаки по моему вот только сейчас начали лаять вот такие у нас тут соседи мы едем кушать сегодня у нас 13 января мы что-то мне лень было готовить я говорю поехали-ка мы покушаем ресторане мясо хочу такого или на гриле или что-нибудь такое вкусное свежее чтобы с огоньком было вот едем кушать и всем вам тоже приятного аппетита после ресторана мы домой пришли смотрите кто тут лежит у нас эти товарищи к нам пришли то ли у них новые рога то ли они просто молодые эти ребятушки ну вот только двое а было четверо сейчас где-нибудь еще двоих найду точно нашла я еще смотрите машина едет назад да и вот наши ой пардон вот здесь вот ну черная такая тележка и за тележкой там видите рога такие большие рога там вот один олень и еще где-нибудь будет вот такие ребята ну вот решила со второго этажа еще показать вам здесь нет москитной сетки на окне и видно вот это два молодых машины все останавливаются смотрят а вот там за тележкой сейчас укрупню большой лежит видите какие рога огромные красавец но их было четверо а еще один где не видно еще одного а эти вот молоденькие тут еще быки их называют такие благородные олени ну вот пока вам показываю этих оленей расскажу немножко про ресторан сегодня мы кушали называется red house барбекю очень популярный ресторан здесь и они наверное около десяти лет уже работают в тх чипи открыт этот ресторан поскольку он такой не fancy ресторан вот мы сегодня например покушали вот фотографии да я поставила фотографии то что мы заказали заплатили мы 26 долларов плюс налог и плюс как называется здесь чаевые ну и примерно это 30 долларов всего мы заплатили то есть для средних американцев это недорого вот такой обед очень вкусное мясо муж заказал у него такой был сэндвич и внутри запеченный в кляре был сом рыба сом и сверху вот помидоры лук и салатные листики там какие-то и вот еще хочу рассказать то что про этот red house барбекю я думаю что все рестораны это делают у у всех ресторанов остается еда люди не выбрасывают эту еду потому что вы знаете очень сложно всегда рассчитать сколько человек у вас придет там на следующий день да вот и что делают вот сегодня мы там были была хозяйка она обслуживала нас и мой муж поскольку ну хорошо с ней знаком разговорились спросили где ее муж где вообще семья чем сегодня занимаются и она сказала что муж и дочь дочери наверное лет пятнадцать шестнадцать они поехали это тоже в тх чипи но немножко там как бы сказать подальше от центра где-то на окраине там специальный такой есть дом как бы помещение и вот остается когда еда в ресторанах туда можно отвезти вот эту всю еду вот и приходят люди очень бедные приходят homeless бездомные люди и они могут там покушать все это бесплатно может быть некоторые даже с собой могут взять вот я не знаю можно ли там брать с собой но я думаю что везде можно брать с собой еду здесь как бы никто никогда не против вот так что вот таким образом помогают бедным и бездомным людям и я знаю что в калифорнии в калифорнии вообще такие знаете ну вот часто такое можно встретить когда бедным людям или бездомным людям раздают еду хорошую еду потому что знаете это из ресторана это не испорченная еда это просто приготовлено слишком много и зачем же ее выбрасывать кормят людей но я уж там не знаю знаете в россии может быть просто бы люди туда пошли скажем так потому что ситуация это в россии такая знаете богатых ну как бы средние россияне они скорее там ниже черты вот этой средней на самом деле и ну бедность бедность в россии так скажем даже средний россиянин это не богатый совсем человек то в америке конечно средние вот американцы они не пойдут туда бесплатную покупку ну брать себе еду нет потому что 30 долларов вот в таком ресторане заплатить за хорошую вкусную качественную еду это недорого совсем недорого вот если fancy ресторан да мы там иногда ходим какие-то такие прям супер ну там вот я бы были мы когда в этом в бейкерсфилд я заказала себе лобстера лобстера fancy ресторан и мы вдвоем были с питером вино заказали то у нас сумма была около 200 долларов вот как бы это уже такую для это роскошь считается да такие знаете вот рестораны как китайские бывают буфеты это все очень дешево здесь считается и вкусно главное что и вкусно так что вот сейчас покажу чем мой муж занимается да мы решили разжечь огонь с утра было солнце так было классно на улице сейчас вот облака нашли может быть и дождь начнется и ну так зима как бы началась мы решили огонь разжечь вот смотрите он рогами трясет нашу елку а вообще не вот так деревья ореховые там персики яблоки вот так рогами трясут все это падает на землю они потом едят вот один у нас здесь один другом месте сейчас покажу макс поднял тревогу мой не нравится тебе ну-ка давай гордок эти чего делает у нас две лужайки вот один олень на одной 2 2 2 олень на другой и пофигу ему все ну красавец ну красавец да это давай 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 ой зацепился давай макс давай короче вон еще двое нашла я всех четверых два таких здоровых и один и и два таких помоложе что-то он там в сосне закутался в нашей там есть то нечего в той сосне только я отхожу от окна тут всякие интересные вещи происходят еще в принципе не весна и самочек нет рядом но решили ребята за еду что ли дерутся не пойму макс ты ты молодец макс поднял тревогу один просто прямо в окно к нам заглянул олень у нас здесь посажены тоже кустики он решил их попробовать что-то ему не понравилось и он пошел туда наверх ребята видите как тут происходит все никто и главное не трогает мне вот это нравится что они тут тут вообще вот как бы люди живут в таком единение с природой это мне конечно очень нравится и везде написаны таблички не кормить диких животных для их же благополучия может если это сейчас подерутся мошла это рога у них отвалятся из рогов потом что-нибудь сделать можно тут иногда знаете такие красивые люстры делают используют рога да это молодой парень ям нам тут накопали голфоры делают ямы и они конечно копытами на вырывают сейчас ну ладно ну ты мой хороший но иди сюда ко мне поближе иди ты мой красавец макс давай голос голос максик ой ты молодец ты заслужил вкусняшку вкусняшка тебе обеспечена мой хороший давай 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 куда этот парень пошел роза мои объедать меня с той стороны там роза на и посмотрим я бы не хотела конечно эти так вдвоем не то показываю ну вот так а здесь на кухне в окне видите стоит точно роза мои есть что там можно есть я не пойму что там можно есть там уже ничего нет какие ноги у него струйные тут их двое как их тут лучше показать ну ладно гордог охранник короче охранник возмутился молодец молодец давай давай макс на тебя одна надежда я специально на моих розах по обрывала все листья листья не опали сами потому что иначе они придут и съедят все и побеги все съедят едят все эти ребята голод не тетка